Наталья Алексеевна, еще будучи школьницей, увидела фильм «Троллейбус номер один» и с тех пор мечта стать водителем поселилась в ее сердце. Она даже отказалась идти в университет, несмотря на косые взгляды соседей. После 10 классов пошла работать, чтобы дождаться возраста, позволяющего отучиться на вождение. И как только возраст подошел, поступила на курсы. Мне было 19 лет, я пришла в управление троллейбуса на курсы. Ну, отучилась и начала работать. Мне очень хотелось быть водителем, ну и мечту я свою исполнила. И до сих пор работаю. За 50 лет я по всем маршрутам ездила. Ну, а любимый маршрут, 16-й стал. На нем я последние 25 лет работала. Троллейбус у меня, который нам Москва подарила. На этом троллейбусе работаю. 20-27. Синенького цвета такой вот. За штурвал нового троллейбуса Наталья Алексеевна не собирается. Говорит, будет верна своему синенькому до конца. Но вот ключи от троллейбусного пополнения счастливым водителям вручала именно она. Ветеран вождения с полувековым стажем. Рад. А почему нет? Новая техника. Ну, новая техника, конечно, она более удобная. Церемония вручения нового троллейбуса. Работать легче будет, однозначно. И пассажирам будет удобно очень. Новые адмиралы. Современные машины, в которых есть и зарядки для телефонов, и экраны для выведения видео. Интерьер выполнен с учетом современных требований. А еще машина эта экономичная, готовая служить гораздо дольше других видов транспорта. То самое новое поколение. Если раньше ремонтировали троллейбусы при помощи кувалды, сейчас, естественно, это компьютер, это программатор, это соответствующее программное обеспечение. Нам надо вот это тоже сделать, потому что мы сразу несколько поколений перешагнули. Надо, соответственно, эти компетенции у себя растить. Поручение обучиться всему необходимому и контролировать эксплуатацию машины Павел Молков уже дал мэру города. Здесь, Елена Борисовна, не стесняйтесь. Все, что нужно, сейчас надо полностью от начала до конца отрабатывать. Надо людей учить, давайте учить. Нужно какие-то материалы, расходники, давайте покупать. Оно не должно остаться просто как отдельно. Мы купили, бросили и все. Тот факт, что в последние годы Рязанский троллейбусный парк находился в упадке – секрет поля Шинеля. И эти 10 новеньких красавцев – первый шаг к возрождению. Я на самом деле про общественный транспорт. Рязани слышал много еще даже до того, как приехал сюда, в Рязань. И понятно, что его обновление – это один из приоритетов развития города и один из моих личных приоритетов. Эту проблему, этот вопрос мы точно решим. Сегодня первый шаг, вот передаем 10 троллейбусов, и в ближайшие дни они уже должны выйти на городские маршруты. Такое количество абсолютно новых машин впервые за последние несколько десятилетий. Сегодня ежедневно на линию выходят 75 троллейбусов, большинство из которых совсем плохи. Во времена легендарного мэра Рязани Надежды Чумаковой, вспоминает Наталья Алексеевна, ходило около 100 троллейбусов. На курсах постоянно училось по 40-50 человек. А в последние годы на курсы не принимали никого. Впрочем, скоро все будет по-другому. Я вот здесь открою сейчас небольшую тайну. Вчера после основной встречи официальной у Михаила Владимировича Мишустина я еще задержался и рассказал ему про некоторые другие проблемы и вопросы Рязанской области. И в том числе и про общественный транспорт, про то, как мы его обновляем. Ну и, конечно же, обратился еще с дополнительной просьбой помочь нам. Он поддержал и обещали выделить средства на еще 10 троллейбусов, вот в ближайшей перспективе. То есть, кую железу пока горячо, взялись за общественный транспорт, да. Будем делать. Обещал помочь с троллейбусами и Петербург. В ближайшее время оттуда приедет 10 машин. Не новых, правда, но явно качественней тех, что есть сейчас. И все эти шаги ведут к современной цивилизованной модели общественного транспорта, подчеркнул Павел Малков. Это не только обновление самого транспорта, но и инфраструктуры, в том числе контактные сети, современная схема транспортного движения. Уже прорабатывается вопрос появления новых развязок, проработка маршрутов для более удобной координации жителей и гостей города. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».